привет мои хорошие эфир будет буквально на полчаса чтобы я могла потом покормить ребенка если что так давайте немножечко соберите я отвечу на все ваши вопросы кстати я без корсета живот собирается с космической скоростью как и обещала в понедельник покажу вам промежуточный результат что произошло какая трансформация с тела с телом за одну неделю получается после того как я начала это восстановление послеродовая на тот момент уже будет нас сколько дней сегодня 7 8 9 10 11 12 дней будет так привет 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 мои хорошие все вижу вижу вас уже много давайте по отвечаю на вопросы чтобы быть полезной сестра сильно потолстела заставляя худеть не хочет ссоримся вот так вот выглядит выглядит вопрос девочки еще подробнее отвечу на такие на такую тему в наклейках потому что очень много запросов что кто-то из родственников набирает весе меняется внешне и почему-то это касается вас я понимаю тема здоровья вас волнует что близкий человек и его пускает по одному месту но вы не можете никого заставить поменять себя вы можете только через свой пример преподайте другим людям манеру поведения в том числе и пищевого 10 человек будет видеть вашу трансформацию если человек будет видеть как вы счастливы как у вас глаза горят он по-любому захочет стать таким же счастливым таким же здоровым потому что изначально люди рождаются чтобы быть счастливыми это наша внутренняя потребность от рождения понимаете и когда вы покажете людям вот эту свою сильную сторону когда вау все в кайф все классно еще и внешне вы восстановились полностью то человек будет хотеть к этому стремиться он сам подойдет и скажет помоги мне подскажи мне что мне делать а если вы просто подойдете и скажете слышите что-то вообще разнеслась давай-ка я там сейчас я научу человек автоматически закроется так устроена наша психика она никогда не будет подпускать близко тех кто пытается обидеть понимаете это напрямую связано именно только с жизнью человека но никак не с вами подавайте правильные примеры через себя всегда во всем хотите наладить отношения со своим мужем не надо орать что он дебил гандон и что-то в этом роде надо максимально например вы хотите чтобы он перестал реагировать остро на какие-то ваши высказывания сами перестаньте остро реагировать подайте ему правильный пример что если у вас там например разбилась кружка что вы не дура криворукая да вы адекватная спокойная женщина потому что чаще всего в паре тупят оба но женщина всегда хочет чтобы ради нее менялись и все точка на этом так не бывает хочешь что-то изменить своей жизни изменить себя если человек за тобой не тянется пусть он идет лесом вот и все не надо усложнять девочки в жизни все очень очень просто 90 процентов пар восстанавливают отношениями на после того как женщина проходит какой-либо тренинг какой-либо семинар как-то она прокачивается на по-женски в поведении убирает вот эти снимает яйца и только 10 процентов отношений людей они разводятся когда женщина начинает трансформацию свою потому что мужчина остается на том же дне женщина поднимается на него просто уходит 90 процентов мужчин подтягиваются за своими спутницами у них все налаживается понимаете всегда начинайте себя хотите счастливого ребенка снять счастливой мамы хотите здорового ребенка станьте здоровой мамы хотите чтоб ребенок прожила здоровом теле стройным ел нормальную еду извините мама пьющая майонез из пакета никакой нормальный пример преподать не сможет и все это точка мистики нет совпадения нет дети делают ровно то что делают их мамы и папы и поэтому они получают такой же результат как получила мама и папа вот и все никакой там родовой программы они не несут они несут привычки от родителей которые приводят логическим результатом все хотите что-то поменять поменяйте сами все так привет как ваш шов уже не болит нет не болит а я ношу корсет утягивающий получается он как раз и послеоперационный все очень 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 круто там у меня одна веревочка сказали через неделю снять доктор который приходил на осмотром говорит то ваш мушку сможет снять там горит вообще легко это критикундное дело можете в больницу даже не ехать муж у меня конечно не боится но я что-то очкую я круто очно он горит конечно горит там просто отрезайте все ну посмотрим потом скажу где я все-таки убрала кусочек этого шва очень аккуратно и сделали его по тому же разрезу как и прошлое кесарево сечением но знаете какой у меня кстати это анестезия какая у меня была но я чувствовала абсолютно я не чувствовала просто живот и прекрасные доктора конечно которые улыбались что-то прикалывались и все было круто так иду по городу слушаю тебя удачи на прогулке зайка шикарно выглядишь спасибо огромное девочки появились скулы появилась я красиво овал лица руки худеют ноги вытягиваются снова живот практически ушел и все это за неделю спасибо нормальной еде я вам всегда говорю еда это то от чего вы набираете еда это то от чего вы убираете лишнее набранное все не ищите золотые драгоценных каких-то морсиков коктейльчики нет да и существует только на этом развод на деньги не в плане того что результата не будет результат будет но он будет не постоянный постоянный результат будет только на нормальном рационе нормальный рацион будет только тогда когда вы поймете суть глубинную как что сочетать а это все вообще вот так вот легко почему многие не могут сбросить потому что они даже жопой не пытаются напрячься и вникнуть потому что у меня на курсе также периодически бывают девочки которые говорят что гуля все получила в объясните в двух словах что мне надо делать гулишь делать нехер гуля сидит в роддоме всех сопровождает гуля сидит отвечает там 470 девчонок параллельные вопросы задают гуля делать нехер она открывает доступ курса потом она еще должна пересказать курс а если это мадам они снимет корону ей не понравится она еще должна оправдываться нет такого не бывает есть люди которые ленятся элементарно даже читать а потом я всегда прошу таких девушек расписать мне непонятные моменты и им приходится уже прочитать потому что они сами на свою жудочку попадаются и потом они говорят блин гуляка все так все легко а вопросов то нет я врачу не прочитал сразу я думаю там все сложно знаете ваши мысли работать должны на вас но чаще всего из-за того что вы привыкли дрочить себе мозги вам все кажется в жизни сложно отношения налаживать сложно жизнь налаживать сложно деньги зарабатываются сложно детей воспитывать сложно худеть сложно все сложно прочитать инструкцию из трех предложений сложно потому что это все входит в привычку все усложнять вот все усложнять мы в роддоме в роддоме сидели я понимала что я одна из тысяч рожениц которые более-менее веселые с горящими глазами в основном там все задроченные ходят понимаете вот такие вот уставшие у меня даже была ситуация что у меня очень сильно болел шов на следующий день после кесарева естественно да и мне не нравилось вот это состояние когда я все потная после операции 34 градуса на улице я сразу первым делом когда меня спустили с кресла вот этой каталки я зашла в душ муж мне помог помыться я помыла голову я вышла я накрасила себе консилер чтоб убрать синяки под глазами я накрасила тон потому что я знаю секрет нормальной жизни это искусственно восстанавливать свое состояние когда все идет по жопе вот и все состояние было у меня херово у меня болело все я повы у меня были свежие воспоминания от и от этих боли 12 часов вы понимаете и я искусственно выводила себя в нормальный ритм жизни я намазала консилер тоналку тушь подкрасила брови свои потрясающе расчесала потому что у меня долговременная укладка и я пошла на перевязку шва что вы думаете женщина лет 45 дерзкая бестактная абсолютно видит то что я не могу встать с кушетки и она мне кинула такую фразу колкую мерзкую встать она не может она краситься на второй день после операции смогла под юбочки такие приба удочки да и я просто обалдела меня это так задело еще гормоны там шатались игрок какое ваше дело вообще накрашенная не накрашена могу я встать кушетки не могу встать кушетки я иду и мне прямо хочется плакать потому что я просто если бы в обычной жизни сейчас я послала ее на юг прогуляться да то там мне это было просто это вот ножом по яйцам понимаете мне было очень 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 глубинно это все меня задело я помню иду и медсестры мне хорошо случилось горит моя хорошая горю идите успокойте свою грубянку я говорю какое и дело вообще как выглядит роженицы привыкли они там видеть вот этих потасканных баб которые не знаю блин засаленных халатах я не такая я другая но это не значит что я плохая либо что я какая-то выпендрежница я просто человек который пытается в критических условиях создавать себе хорошие хороший настрой потому что плохого и так было до хрена до этого в плане более физических понимаете и вам тоже советую также когда у вас в жизни наступает какой-то момент задротства обязательно начинайте восстанавливать искусственно свое состояние если нет с утра настроение говорит что у меня прекрасное настроение да сначала вы будете выглядеть как дебил перед самим собой но потом херакс и вы сами офигеете как это настроение наладится понимаете когда вы понимаете что у вас на работе не клеятся отношения начинайте говорить тебе что у вас прекрасно все на работе что вы зарабатываете хорошие деньги вы настраиваете свой мозг на положительный результат положительный результат начинает исходить Благодаря этому начинает исходить из вас хорошая вибрация Хорошая вибрация, это уже доказано учеными, физиками Она притягивает хорошие моменты в жизни Скорее всего, люди, которые вас напрягали на работе Либо они уволятся, либо их повысят, либо их понизят Либо вам предложат хорошую работу, но поменяется все Вот как это работает Верите вы в это, не верите, но это работает 100% и точка Вы можете проверить и можете в этом убедиться Не сработать это не сможет Поэтому настраивайте свой мозг всегда на хороший результат Когда ко мне приходят девочки Первое, над чем я работаю, это над перенастройкой их работы головного мозга Потому что у них вот эти грустные смайфики Я сто раз пробовала, у меня не получалось Я все говорю, и что? И что? Хоть 101 раз ты попробовала, хоть 173 раз ты попробовала И что? Это другой раз вообще Че ты живешь с жопой вперед? Вы знаете, те, кто со мной давно, что такое жить с жопой вперед? Это когда ты идешь спиной к своему будущему А, получается, с жопой вперед, да? И смотришь на свое прошлое и говоришь О, я сто раз пыталась, я тогда не получилось, это не получилось И смотрите только на свои ошибки в прошлом Когда у вас впереди чистейшее полотно будущего, которое вы можете как хотите просто создавать Но нет, с жопой вперед, в прошлое и страдать давай, да? Чтоб такого не было, искусственно создаем себе хороший настрой Потом это входит в привычку, потом эта привычка становится вашим образом жизни И однажды вы просыпаетесь, у вас все зашибись Вот просто все шикарно! И вы офигеваете, в какой момент это все поменялось Вы даже не поймете вот эту ниточку И все будет меняться настолько постепенно и плавно, что вы будете просто наслаждаться этим процессом Но для этого нужна сила и поднятие жопы с дивана Понятно? Ой, спасибо за тебя, спасибо огромное Гуль, ты стала прям мамой, мама внешне такая клевая Люблю, спасибо, мои хорошие Красавица, спасибо! Как вы встаете, сидите? Я и встаю, и сижу, и писаю без боли Все отлично, девочки Шов от кесарева, он никак не мешает жить уже через неделю Первые три дня, да, очень сложно Потом ты забываешь, да, что была операция Я его чувствую, когда я хочу чихнуть Вот тогда я его чувствую, я вот так вот сгибаюсь и чихаю Добрый день, а как называется такая анестезия? Я не знаю, как называется Это уже к моему доктору Добрый вечер, эпидуальная А, да Звук пропал, макияж шикарный Что, звука нету, что ли? Гуль, шикарный макияж, какими тенями красилась Тени Девочка моя, Катя, отправляла мне из Франции Фирма Анастейша В слове сложно, корень ложь В слове просто, корень и рост Нужно просто брать и делать Блин, Настя, вообще крутое выражение, надо запомнить Очень классное Умница, я думала, втащить ей хочется Мне вот захотелось Да, ну, мне не втащить захотелось Я была беззащитная Я была очень ранимая в эту секунду Я просто хотела плакать Гуля, умница, спасибо за все, спасибо Ева, иди к папе Ев, иди Зай, забери ее, пожалуйста На чем мозг концентрируется, то и происходит Приветик всем, сохрани, пожалуйста, эфир Едем кашку будет какашка, точно Ев, не кричи, пожалуйста, родной Не пойду Спасибо за мотивацию Хочу, жду меню Так, тут про меню, про меню, про меню Девочки, подождите, давайте про творог поговорим Какой жирности брать творог и сыр в рецептах не указано Берете такой, какой хотите Можете использовать творожный сыр Какой я чаще всего использую Альмэ, это у него очень хороший состав А можете использовать творог и 9% От того, что жирность в вашем твороге На жопе этот жир не откладывается Вообще не переживайте Наоборот, полезные жиры Они приносят огромное, колоссальное количество Полезных моментов Как хорошие волосы, хорошие ногти Хорошая кожа, отсутствие морщин Не надо искать на прилавках Все безжиренное И сыр берите 40% обычный, твердый Проблема не в том, сколько процентов в вашем жире Проблема в том, сколько вы его съедаете Если вы его съедаете грамм 30-40 Все шикарно Если вы его съедаете с колбасой И с хлебом грамм 70-80 Хлеба 50 грамм Туда еще колбасы нахерачили Грамм 80-90 То тогда, извините, жопа-дирижабль Поприветствует вас в прямом эфире Понимаете? А чтобы такого не было Главное, соблюдайте размеры порции Можно все Из продуктов Так, сейчас Ну, кроме, конечно, растяжетных выпечек Чем заменить рыбу Любой аллергией В твоих меню? Во-первых, там рыбы очень мало И можете заменять смело Курицей, индейкой, чем хотите Вообще Это Я так боюсь, когда там что-то Ева скачет Потому что мне всегда кажется Что мелиску уронили Ева, еще что-то Вот вообще Пока она, конечно, очень резкая Она может резко запрыгнуть Рядом с ней на коленях Ева прямо шета Вот так вот Так, сейчас, мои хорошие, дальше Зверский голод на ГВ Это миф или правда? Это правда Это чистейшей воды правда Потому что гормоны Здравствуйте Там уже перестройка организма идет Тут уже дисциплина Я вот вырабатываю дисциплину Но, во-первых, голод у меня дикий был Первые 3-4 дня Сейчас уже нормально Но даже эти 3-4 дня Я максимально себя контролировала А сейчас уже вообще фигня Мне легко Мне очень легко Особенно, когда я вижу в зеркале результат Сейчас живот уже практически плоский стал И это того стоит Понимаете? Сдерживать себя от свинских порций Так Сейчас, подождите, мои хорошие Как же я скучала по двоим эфирам Люблю, люблю, мои хорошие Спасибо огромное Добрый день Вы сладкое не кушаете? Вообще, что за брет? Я кушаю сладкое Просто если я выпечку делаю Я делаю ее на фит-поряде Если я покупаю сырки творожные Я покупаю с хорошим составом Во вкус вилле Люблю кокосовые сырки И не кушаю на первый прием пищи Кушаю либо на первый перекус Либо на второй перекус Я ем сладкое Я могу съесть шоколадку Вообще без проблем Но сейчас, правда, я еще не пробовала Потому что малышка совсем еще крохотная Чтобы аллергию не вызвать Но я ем сладкое Я хожу в мак Я заказываю суши Я ем пиццу Вы что, девчонки? Я могу спокойно себе заказать лапшу Японскую, там, китайскую Какая она Вкусную Спокойно Просто я это делаю Не с такой частотой Как это делают 99% людей Я это делаю раз в неделю А некоторые это делают Четыре раза в неделю Соответственно Результат соответствующий Понимаете? Я ем все Я ем бигмак Я могу съесть шримп ролл Вот в маке я люблю шримп ролл Я могу у мужа бигтейсти откусить И знаете, у меня нет ощущения Что меня уже узнают и в городе Что я буду сидеть И там будут на меня говорить А, ппшный блогер, сучка, сидит в маке Да пусть говорят Я могу сидеть наяривать плов В плов тайме Вообще мне пофиг Потому что можно кушать все Но в определенном количестве И лучше выбирать один день Когда вы нарушаете Для меня это суббота В субботу мы Еву куда-то ведем Аттракционы, батуты И я сама с ней лимонадиком могу бахнуть Вообще нормально С сиропом прям сладким Ничего в этом страшного нет Просто многие люди, не замечая того Каждый день поедают Печеньки, белый хлеб Эклеры, сухари И лапшу быстрого приготовления Здравствуйте, дайте две Вместо 100 грамм макарон Накладывают себе 210 И потом они удивляются Блин, почему, почему У меня тело так меняется Почему я на свадьбе была такая лань А сейчас тетка Вот почему Потому что, дорогая моя Не соблюдаешь порцию И вообще не знаешь, что такое С чем сочетать Вот и все Так Сейчас Чекмагуштан, привет Привет, мои чекмагушевские Добрый день, дорогая Хотела узнать Ты три раза кушаешь После кесарева? Нет, я кушаю пять-шесть раз У меня есть перекусы Если я прям очень хочу Еще раз покушать Я могу выпить часть яблоком Вообще Для меня это тоже не проблема Абсолютно Вебинар офигенный Когда Ну, узнаешь новые Вебинар офигенный Когда узнаешь Новые информации На второй Выпустить еще А у меня, видимо, спрашивают Когда у меня будет Следующий вебинар Пока не знаю, девочки Не знаю Я, в принципе, создаю вебинары Где-то раз в полгода Рецепты у меня выходят Раз в четыре месяца Новые сборники Я не штампую Потому что я человек Который это сам все делает Сам это все высчитывает Это гигантское количество Личного времени Вы видите, как я сижу за компом Если многие думают Что я работаю в офисе На крутящемся стульчике Вот сижу прямо Вообще работаю А вот она в декрете Да ни хрена Я так же мужа отправляла на работу Уже перед родами Во сколько он уходит? Восемь Я садилась за комп Вставала в четыре В пятнадцать минут пятого Где-то я шла за Евой С восьми до четырех Я все время работала Это тренинги Это курсы Это создание моего меню На которое на протяжении четырех месяцев Каждый день уходило часов по пять Понимаете? Потому что надо рассчитать количество сыра Надо вбить это в программу Надо это посмотреть Ты укладываешься в этот рацион или нет Очень-очень много моментов Поэтому если вы видите Что кто-то вот так вот прям штампует каждый месяц Я сомневаюсь в качестве Если и качество более-менее нормальное Сомневаюсь в том, что этот человек делает это сам Мои хорошие Будьте реалистами Потому что невозможно делать качественный продукт Сидя на коленке Невозможно Это колоссальное количество времени должно пройти Колоссальное количество времени Так Повышенный аппетит перед месячными У всех так Один день разрешай себе все И все будет отлично Нет вопросов Просто восхищаюсь тобой Гулечка, ты супер Спасибо огромное Сколько раз в неделю можно по повыпечку на завтрак И сколько грамм? Три раза в неделю 170 грамм Если сырники по моему рецепту 200 грамм А дорого ли у вас стоит марафон похудения? Сейчас у меня на курс мест нет, девочки А так Нет недорого в шапке профиля Вся информация Гуля, сколько времени в сутки вы выделяете Лично себе Что вы делаете для себя Спасибо Я 24 часа в сутки живу для себя Потому что счастливая мать Счастлива вся семья Понимаете? И вам тоже советую Если вы имеете ввиду массажи Сейчас я их не делаю И крем с утра намажу На макияж у меня уходит 15 минут Вечером обязательно Чищу зубы Мажу крем свой стелаудерский Это все очень легко В душу я хожу 10 минут Ребенок там заснул Книжку почитала Книжку я читаю В среднем ставлю таймер 20-25 минут Это страниц 30 выходит Если каждый день вы будете читать Хотя бы 25 минут по 30 страниц За 10 дней вы проглотите книгу в 300 страниц Я уже молчу про то Сколько книг вы сможете прочитать за год Просто вам прикольнее Многим сидеть в туалете И тупить в телефоне Зависать в соцсетях Просто вместо этого Я выбираю какие-то другие мероприятия Что такое вообще человек У которого складывается В жизни так, как он хочет Или человек, который плывет Как какашечка по течению И бьется об камни Это то, что вы неправильно Многие распределяете свое время Многие говорят Что после рождения ребенка У меня вообще не осталось времени Нет! После рождения ребенка Ты стала тупить Просто, например, когда ребенок спит Вместо того, чтобы заниматься Какими-то делами Касаемо нормального рациона Самостоятельного изучения Пойти что-то приготовить Прочитать книгу Взять какой-то курс Стать более прокаченной Как личность Либо как специалист в сфере Где ты работал Либо взять онлайн Какую-то профессию Освоить Сидеть изучать Пока мелкий там спит По два часа Да? Нет! Многие выбирают Зайду посмотрю Что там Самойла разжигана Не развелась Или там еще бородина И сидите херачите В чужих жизнях В чужих трусиках Грязных Роетесь И на свою жизнь Кладете огромный Вот такой вот болт Выбирайте Правильное поведение Тайм-менеджмент Девочки Уложили ребенка Пошли себе что-то полезное Приготовили Нету времени Готовить каждый день Но готовили себе Прям кастрюлю гречки Как я это периодически делаю Пошли Там например Понимаете то что Вы каждый день Болтаете со своей подругой По полтора часа Ни о чем просто Перемывая кости Кому попало Эти полтора часа Мои хорошие Лучше слушайте Какие-то хорошие Подкасты Аудиокниги Садитесь Прочитайте Книгу какую-то Хотя бы страниц Десять Десять дней Это сто страниц Хотите зарабатывать денег Идите отучитесь На мастера По Например Ботоксу волос Там чему-нибудь Если у вас Медицинское образование Идите Получите Навыки Массажистки Массажи лица Сейчас это очень Популярная тема У меня девочка Вот знакомая моя Она занимается Массажем лица Она уволилась Работала стюардессы У нее все Прет Клиенты Потому что результат Сразу видно Именно массаж Для лица Не гимнастика И человек Просто захотел И сделал Понимаете А многие Хотят Якобы Об этом говорят Но ни хрена Не делают Не так сильно Хотят Значит Потому что Обычно Те кто хочет Он берет Делает Получает результат А те кто любят Пукать в воздух Просто Они обычно Говорят и говорят Говорят и говорят Говорят Почему это сложно Говорят Почему они не могут Оправдываться Почему они не делают И по итогу Все я оправдалась Почему я сижу на жопе ровно Все Я все Я свободна Все У каждого человека Свой выбор В декрете Многие раскрываются Моя подопечная Она Занимается Вот Начала заниматься Вязанием Офигенных корзинок И сумок дизайнерских Заказы Вот так вот идут Понимаете Можно заниматься Чем угодно А можно сеять на жопе ровно И тупить в телефоне Вы Есть ваши выборы Ваше сегодня Зависит от ваших выборов вчера Ваше завтра Зависит от того Что вы делаете сегодня Но здесь уже адекватные люди Сидят сто процентов Потому что Вы выбрали Все-таки получать Положительную какую-то информацию Полезную информацию Многие сейчас тупят И смотрят Передящую собаку Передящая собака Это Собранное выражение Про тех Кто Тупит В социальных сетях Смотрит на ютубе Тупые ролики Какие-то непонятные Либо Передачи непонятные Сериалы непонятные Вот это Передящая собаку Люди смотрят Так Привет Привет Моя хорошая Привет Гулечка Привет Дорогая Так рада С тебя видеть Привет Моя Региночка Моя гордость Привет Меня постоянно выкидывает Из эфира Не знаю Зайка моя Почему так Никого не выкидывает Из эфира Скажите пожалуйста Так Сейчас Останется ли эфир В записи Да Но я то всегда Оставляю Главное Чтоб он не удалился Сам Гуль Привет Подскажи Как себя остановить Перед месячными Начинается Жор Опять второй вопрос Разреши себе кушать Все один день Сахзам Прига Вы употребляете Если да То как часто Употребляю Один пакетик День В чаем Где-то На завтрак С чаем Ундокринолога Спрашивала О микродозах Можно Гуль Обожаю Гречку Можно ли Каждый день Ее есть В обед Да Можно Ее даже Раз Один Два Раз в неделю Можно кушать На ужин Это такая Безопасная Крупа Так скажем Гуль Как реагирует Кофе на организм Можно ли пить Два-три раза В день С молоком Это вы берете Кредит У своего тела Кредит Энергии Из запасов Достаете Вам кажется То что Вау Так круто стало Я кофе попила А потом Это как с сигаретами Покурила Одной сигаретки Хватила Потом херакс Ты уже на пачке Сидишь Я против Я против кофеина Абсолютно против Я не пью кофе Уже почти Два года И мне прекрасно Хотя любила Каждое утро пила И многие мои девочки Отказываются от кофе Пьют цикорий Это все суррогаты Алкоголь Кофе Сигареты Это все то Что Гробит Ваше тело Вы этот факт Либо принимаете Либо не принимаете Но это так Это гробит Ваше тело Вашу сердечно-сосудистую Систему Ваше Настроение Тоже Кстати Да Это тоже влияет Поэтому Смотрите 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 Цикорий Да Многие на цикорий Переходят Лен Правильно Как перестать Хотеть сладкое Сегодня сорвалось Молоко с печенькой Из магазина Ну во первых Надо перестать говорить Что ты сорвалась Сорвалась Это знаете Когда вы не несете ответственность Что-то я сорвалась Нет Мы все тут взрослые люди У нас есть мужья Мы умеем делать детей Мы рожаем этих детей Давайте быть адекватными Я не сорвалась Я приняла решение Выпить чай с печенькой В тот момент Когда я Принимала решение Съесть печеньку Я несла ответственность За то Что печенька Скорее всего Будет откладываться На моей жопе В следующий раз Когда я буду принимать Решение Я сопоставлю Хочу ли я Чтобы печенька Откладывалась На моей жопе Либо я Как взрослая женщина Возьму кота за яйца И приму решение Не кушать эту печеньку Все Когда вы в жизни Относите вот так И когда выстраиваете Здоровый диалог С самим собой Без вот этих фраз Я сорвалась Я с мужем поругалась Он козел Довел меня до стресса Я переела Я после развода Располнела Это все мой муж Меня мама заставляет Скушать мантышки Дети меня доводят До такого состояния Что я налегаю на холодильник Везде кто-то Блядь Что-то делает Либо ваш срыв Либо ваш муж Либо ваши дети Либо ваша мать Либо ваша тетя Надя Там какая-то соседка Все кто-то делают Вы вообще ни при чем Это все делаете вы Тут нету срыва Есть ваш выбор Взрослый осознанный Все Когда вы поменяете выбор Тогда поменяется результат Когда вы поменяете Вот этот результат Вы будете гордиться собой Вот и все, девчонки Не надо использовать Вот такие слова Ловушки для мозга Я сорвалась У меня стресс на работе Я переела Давай выпьем вина Потому что Что-то сегодня был нервный день Ты хочешь вина Потому что твои сосудики Хотят прибухнуть Стресс тут абсолютно Ни при чем Вино не расслабляет Расслабляет психотерапевт Расслабляет психолог Расслабляет медитация Расслабляет спорт Расслабляет хороший фильм Расслабляет секс Расслабляет то Что приносит максимальное Количество здоровья Вашему телу А алкашка Она не расслабляет Вы будете тупить Еще 2-3 дня После того Как употребили алкоголь А многие у меня спрашивают Как я к этому отношусь Отношусь нормально Буду ли я пить после родов Не знаю